Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Егорова 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 Дело в том, что на тот момент церковь это была вся политика. Сейчас у нас есть Жириновский, Милонов, умные, полудурки, совсем дураки. У нас их очень много есть. Причем всех разных мастей. Не будем по именам называть, а то может быть еще чьи-то чувства оскорбим. Очень много. Поэтому в то время церковь это была вся политика. Больше ничего не было, Жень. Вот ничего больше не было. Было кусок земли, барин, а все царство, вся власть, все связано было только с церковью. Это и напоминаю. Народ был очень религиозен. И с 1492 года, я еще раз напоминаю, жили вот в эти вот мыслями об апокалипсисе. То есть пришел типа седьмое тысячелетие и должен явиться Антихрист. И вот это ожидание Антихриста пошло вот это вот как раз весь 16 век и перекочевало на 17 век. Ведь в этом ожидании и произошел раскол. Естественно, да. Это было же не только то же обострение. Это надо... Потому что Антихриста ждали всегда. И первый этап это был 666 год. Как раз Магомед там, появление ислама и все тоже все кричали, что вот Антихрист. Потом рубеж тысячелетия. В 1054 году не зря раскол произошел. Все тоже ждали вот пришествия Христова. Прямо неотступно. Что тысячелетие завершилось, тысячелетие все. И вот уже на русскую почву это благодатно упало. Вот как раз вот это 1492 года. Потом начали 1600 год. Сатанистские числа 66-й. Да еще и патриарха Никона в 66-м году отстранили от вас такие знамения всякие, да. Соборы эти московские все. Мы уже прошли, но все-таки вспомнили. Хочу напомнить еще про Стоглавый собор 1551 года. Ведь тогда на Стоглавом соборе впервые прозвучало вот это Трехперстие. Потому что в Пскове начали молиться Трехперстие. Да, да, да. Украинские традиции. Да, вот этот гребен, украинские традиции. Да, уняцкие. В 1551 году на Стоглавом соборе при Иване Грозном Аллее. Про унию, помните, мы Брест-Литовскую сколько с вами говорили, что она пропихивалась всеми видами и невидами. О том, как документы даже подготавливали в римском университете английские шпионы. Это есть одного пуля ягода. Я к этому и хочу сейчас сказать. Вот посмотрите, 1551 год. И еще что произошло в 1551 году на Стоглавом соборе? Духовенство, вот это Иосифлянское, взявшее власть и начавшее вот эту свою политику с объединения с государством при единое целое, оно пыталось заткнуть народу глотку уже тогда. Оно пыталось ввести законы отмены вот этих русских традиций. С комарохов, гуслеров и так далее. Они же как вцепились в духовенство, это язычники, их надо бомбить. Иван Грозный на это наложил табу. Он не стал. Ребята, что вы делаете? Зачем? Народ-то совсем-то уж это самое, так вот напрягать. Так прошло. Вот эти попытки прошли еще за 100 лет до того, как раскол произошел. В принципе, это были предтечи. Предтечи. И вы правильно говорите про обрез Литовскую унию. Это тоже, как раз, это уже в правлении в последние годы Федора Ивановича в Малороссии, или как ее назвать тогда, в Литве, в Литве, в Литве. Да, в Белоруссии. В Литве уже произошел вот этот принятие... Жмуть. Да. Принятие вот этой унии Брест-Литовской. И практически, что это означало? Это означало, что огромное количество православного населения, вот это с юго-запада Руси, оно перешло во влияние папства. В принципе, это так. То есть, униаты, это, в принципе, они подчинены папе римскому, и просто они свои, как бы, обряды православные хранят, они так говорят, а подчиняются они папе римскому. Ну, такого не было, но оно сближение. Сближение, да, вот это сближение. И вот в это сближение, как раз во времена Смуты, тащили Русь, тащили, тащили всеми силами и средствами. Пришли вот эти Романовы после Смуты, и началась уже конкретная вот такая вот подготовка, втаскивание России вот в это же поле. Филарет прекрасно понимал, и Филарет, и Михаил еще был молодой, но всем заправлял Филарет, даже, может быть, и ссылки он всем заправлял. Это еще, конечно, неизвестно, но, скорее всего, так и было. Филарет понимал, что вот так вот наскоком нельзя переворачивать и втаскивать Россию, вот эту вот Москву в поле действия вот этих вот униатов и католичества. И греко-римская, греческая церковь была очень сильно связана с папством, с латинской церковью. Вот в это поле хотели втащить. И Романовы-то потащили, почему в это поле? Потому что они имели все вот это вот свое окружение, которое пришло вместе с ними, которое их привело на трон. Романовы прекрасно понимали, что надо им дать духовную поддержку вот этому окружению. А окружение было польско-литовское в основном. В основном, ведь посмотрите, после смуты очень резко изменилась состав, национальность, даже состав. Если назвать вот этих вот выходцев с Литвы и поляков национальностью, то национальный состав сменился. Национальный состав что, боярства? Боярства, да, и руководство у страны. Ну, сложно сказать, все, что сидело прежнее, то и сидело же. Вопрос только в том, что сменилось, оно породнилось. Оно пройдет сюда, оно переехало сюда. Тушинцы стали брать. Да, при дворе стали брать, да. А как сидели всякие там Нарышкины, 500 лет. Ну, они переродились. Да. Ну, появились там Раевские, Волковские, всякие Беттиговские там. Ну, это уже дворянство. Это уже не боярство такое старинное русское. А это уже вот на службу царскую. Потом Петр Первый, это, о, как Махрова распространил. Все одни хохлы сидели, только кругом вообще никого не было. Я к этому подбираюсь. Я к этому подбираюсь. Ну, Петр Первый, плоти от плоти, от Алексея Михайловича. Даже когда Михаил только сел на трон, уже была первая попытка. Уже вот эти вот польско-литовские, вот эти вот униатами заброшенные резидентуры, вот эта вот духовная. Они уже попытались, они закричали, ну, давайте, давайте быстрее. Вот греческие, вот эти вот традиции-то введем. А я потом, знаете, кто первый заговорил? Дионисий, Архимандрит Троицкий. Конечно, это прямо именно его было предложение. На него сразу цикнули цюк-цюк, потому что... Да, куда ты торопишься? Конечно. Ты что? Потому что была проблема в чем? Боялись. Как бы опять вдруг с бухты-барахты не появилось какое-нибудь Вологодское ополчение. Вот-вот-вот. Нижегородское мы только что видели. Да. Это был просто, это был глубинный страх такой, еще причем... Совершенно верно. Это нормальный подход к этому всему, потому что кто обжегся, говорят, на молоке, тот и на студеную воду дует. Прямо буквально... Пару слов можно? Да, конечно. Про этого Дионисия. Про этого Дионисия. Ну, во-первых, его фамилия была Залиновский, этого Дионисия. А его нам впаривают как такого вот великого деятеля смуты. Вот эта вся романовская историография, она впаривала этого Дионисия как великого деятеля смуты. Там такая была схема, что якобы Гермоген написал воззвания духовные. Эти воззвания дошли до Дионисия Архимандрита Троица Сергиевой Лавры, и он уже распространил эти воззвания. Да, оно попало... И там уже в Нижнем Новгороде на них откликнулись, собрали ополчение и так далее. Вот такая была картинка составлена. На самом деле, никаким архимандритом в монастыре в то время Залиновский не был. И тем более, что бумага попала к Минину совершенно другими путями. Да, ну и жертвы, конечно. Он принес ее Пожарскому и уже там дальше пошло. А вот это вот в Новый Литописец, который составлял Филарец со своим киллорем этим самым... Я думаю, что мифы Древней Греции отдыхают по сравнению с мифотворчеством. Этого Дионисия прямо вот таким вот спасителем. Одним из спасителей Отечества. А на самом деле Дионисий в то время, когда происходила вот эта вот атака Троицы Сергиевой Лавры поляками, он в это время, ну буквально за 2-3 года еще до этого, он был над смотрищиком, над патриархом Иовом. Иов к нему... Сидел и дежурил. Сидел, дежурил и мучил его. Вот понимаете, какая вот гадость-то была. Нет, ну поляки боялись, боялся. То есть потом оно так и было. Он должен был, надеюсь. Ну, когда Шуйский пришел к власти, Иов уже умер. Вот измученный вот этим Дионисием, которого потом Романова сделали нам вот таким спасителем. Потому что он был из них рода. Да, вот первым заговорил Дионисий об этом. Это было где-то примерно в 1616-17 году. Вот как только в первые годы правления Михаила. Представляете? Второй раз, когда вот эту тему перехода в греческое влияние вот этой вот нашей исторической церкви под греческое влияние, второй раз заговорил об этом Иосиф. Когда происходили диспуты с протестантами, когда приглашали сюда этого королевича для женитьбы на русской церевне, дочери Михаила. Вот Иосиф об этом заговорил. Иосиф согласился православным. Он как бы в такую струю направил, что вот туда должно двигаться, вот туда, вот смотрите на Малороссию, вот они там близко к греческой церкви, вот туда смотрите, вот туда, он говорил все, я все подсказывал. Понимаете, это уже вот такие вот звонки, вот они уже происходили в то время. И потом, да, очень важно и неразрывно со всей картины раскола еще стоят принятия соборных уложений в 49-м году, когда было закрепощено население Московия. Да, это тоже Малороссия. Полностью в рабство обращено практически и составлены такие законы, уничтожающие народ, чтобы он даже пикнуть не смел и протестовать не смел. Даже никаких жалоб, обращений не мог сам подать. Понимаете, за это каралось уже жестокостью и казнями. А вот эта вся публика, которая после Тушина и вот эта вот польско-литовская, которая пришла на Русь практически править. Вот посмотрите, в соборные уложения вошли, вот это сейчас историками доказано, в воззвание вот этой польско-литовской публики, которые обращались к царю, давайте вот это самое, вот то, то, то. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Да, и они прям дословно вошли в эти вот обращения в соборные уложения. Поэтому вся картина, кому это было выгодно, она понятна сегодня. И подготовка вот этого вот изменения церкви, а как Никон говорил, мы поменяли веру, наверное, может быть так и было, что они действительно изменили даже веру. Да я бы сказал, даже более злобно, я бы сказал, они сменили Бога. Ну, вот. Вера может быть верой, там можно верить в книги, можно не верить в книги. То есть они сменили сам дух этого, внутренний дух и содержание сменили. И это было не зря. И не зря. И как психологически это долбануло по народной психике, который ожидал Антихриста. И естественно в этом Никоне и во всех последующих вот этих вот деятелей новой церкви, Никоновской, народ, вот основная масса народа видела происки прихода Антихриста. Конечно. На этом была основана вот база, вот именно идейная база раскола. Нет, она глубже. Скажите, да. Не только на это. В эту картинку ставьте теперь вы. Не только. Ну, если вы закончили, Жень, то теперь я тогда. Я тогда чувствую, что беседа начала продолжиться, потому что здесь очень много нужно что сказать. Очень много что сказать. Во-первых, Жень, я сразу скажу, что всегда в основании лежит кусок хлеба. Это-то хорошо, красиво говорят. Там вот это, знаете, из Евангелия берут не всяким, не только хлебом, но всяким словом, исходящим из Божьих. Жень про Бога забывает быстро. Бог может подождать. Как только человеку становится плохо, как только не хватает еды, питья начинает умирать, это все превращается в человеческий кошмар. Ну, Бог сам так устроил этот мир, поэтому, увы, тут мы ничего другого придумать нового не можем. Поэтому, Жень, к сожалению, мысли об антихристе лежат в основании всего. Они просто как вот, ну, знаете, как вот кто-то недавно говорил, что от пенсионной реформы вдруг всем пенсионерам станет хорошо жить в России. Это реально говорили по телевизору многие люди, серьезно. Мне кажется, через пару лет будут проклинать это и говорить, что это совсем не так. Точно так же и здесь. Антихрист — это так, чтобы на кого было свалить. Вот причина какова? Ну, все, сатана виноват. Я говорю, есть такая байка, когда черти обижаются, что на них все валят. Говорят, вы так люди сами такого, по-моему, придумали, что нам даже в голову бы не пришло такого никогда. Поэтому это так любят у нас только все на черте и валить. А на самом деле все. Жень, произошло две очень серьезные вещи, на самом деле. Очень серьезные вещи. Во-первых, Средневековье стало переходить в свой завершающий финальный этап к буржуазии, по сути, переход к буржуазной эпохе. И второй момент — это смена власти. Рюриковичи перешли, кончилась эпоха Рюриковичей. И удачно она так совпала именно с кончанием Средневековья. Вот яркий такой представитель блеснул на склоне политического бомонда, на вершине политического бомонда, на склоне Средневековья Иван Грозный. И, пожалуй, если бы он не блеснул, то мы бы с вами вообще не имели государства такого, как оно есть. То есть поляки бы имели, может быть, литовцы бы, еще кто-нибудь там, не знаю, может быть, Османская империя бы пришла в эти предыдущие. Да, но вот именно вот это вот такая последняя капля крови, ну предпоследняя. Там потом еще был один Рюрикович, который неудачно блеснул на склоне тоже политического бомонда, Шубский. И потом пришли Романовы. Ну, во-первых, Жень, что произошло? Ну, Годунов еще блеснул. Вот у нас, смотрите, у нас вот раз, вот Соловьев, например, по телевизору выступает. Он, я сам лично помню, я видел его, как он писал книги против церкви, против Бога, она высмеялась над верующими. Вот сейчас это правозвестник государства. Пропагандист. У него и патриарх чуть уже не святой, прям чудеса у него от пяток отвлекают. Религиозный пропагандист. Да, религиозный пропагандист и все. Куда-то все поменялось. Почему же так вдруг он заговорил? Дело в том, что телевизор сейчас выполняет роль Бога. Причем явную и реальную. Он заясняет нам за добро и зло телевизор. Причем совершенно нет никакими фактами, не соотносясь ни с какой реальностью и объективностью. Просто то, что выгодно и нужно. Вот объявили свинью страусом, и все, и теперь она будет бегать со скоростью 80 км в час, и шея у нее будет двухметровая. Остальное все совершенно не важно. Нас любят там хаять советскую власть, гадости про нее говорить. Да, Боже мой, мы врем сейчас так и живем в таком вранье, что не зря над нами смеются и Европа, и Америка. Они, конечно, тоже врут колоссально сколько, но мы превосходим их в этом вранье. И вот, Женя, что потребовалось? Потребовалось, чтобы Иисус Христос заговорил на другом языке и другими словами. Почему? Потому что уже средневековая трактовка Евангелия уже была никуда, она уже не вписывалась ни в какие повороты. Был там суверен, была его земля феодальная и его крестьяне, над которыми он имел полную власть, что он хотел там делал, они дрались там мелкими княжествами. Эта идеология никак не подходит к формированию большого царства. Она совершенно неадекватна. Нужна легитимизация абсолютной власти, которую мы увидим с вами в Петре Первом. Самодержавие. Самое настоящее, полное самодержавие. Вот это вот лозунги там, самодержавие, народность, все это до сих пор. А церковь должна стоять на службу. Конечно, конечно. Она должна, Бог-то молчит. Вот если бы Бог как Соловьев появлялся по телевизору и заяснял свое мнение братве, то все было бы понятно. А он же молчит, Бог. И его устами говорят попы. Они открывают рот и начинают нести чушь всякую, которая выгодна. А те, которые говорят от Евангелия, их бьют по зубам и сажают в остров, в яму. И жгут их потом там, чтобы молчали. Три языка отрежут сначала и прочее. Потому что Евангелие всегда будет с несчастными и с бедными. Прости, терпи, пожалей, поделись, люби. А как это делать, когда ты сидишь на троне в московском Кремле, и тебе надо кормить целый кооператив озера с такими пастями, у которых дети, внуки, и все, им надо миллионы, миллиарды. Тебе только надо закрепостить народ. У тебя единственный ресурс есть. Это рабство собственного народа. А сейчас нас ведут в рабство из советской свободы. Из советской, относительно, конечно, тоже все. Но идут в рабство, нас делят между возникшими элитой новой. Из советского порядка. То же самое, что было при царе, там, какие-то князья там делились. То же самое, что творилось в начале царствования Романова. Абсолютно верно. И в заключении царствования Романова. И заключение. Да, и то, и другое. Кстати, не зря Вакум протянул ручки и задушил Николая II. Все это со смыслом. Так вот, и второй момент, это то, что я имел в виду, что поменялось. То есть, Иисус Христос должен был теперь говорить иначе. Вот, смотрите, вот сидят Романовы, они легитимны. То есть, в уста Богу вкладываются совершенно простые земные вещи. Тем более, мы с вами уже много раз говорили о том, что легитимность Романовых настолько сомнительна, что они все время сидели на бочке с дымным порохом. Я уже не говорю про Михаила Федоровича, даже Алексея Михайловича и то. Непонятно было, что будет с ним. Вообще, я вообще считаю, вот так, что я помню по моим, как говорится, таким воспоминаниям исторической действительности, окончательная легитимизация власти Романовской произошла с подавлением Стрелецкого бунта. Это где-то 82-го год. 96-го. Второго. Первого. Первого. 82-го год. До этого все было в сомнениях. Во-первых, смотрите. Совершенно правильно. Династия прекратилась. Да. А вся шобла, что пришла к власти, была польская. Причем такая польско-литовско-малороссийская. Назовем ее даже украинская. Да, украинская, да. Но тогда не было никакой Украины. В то времена даже этого слова никто не слышал. Малороссия. Малороссия. Тогда было слово «малая Россия». Да, никакой Украины. Украинская Украина, это, по-моему, конец 18-19 века. Я говорю, назовем ее так, чтобы было понятнее. Да. Вся агента шобла, уже конкретно, вы не зря говорите, что уложения соборные со всеми воззваниями поляцкими, сегизмундовскими и владиславовскими, полностью все там есть. Эта шобла была конкретно уверена, что она приобрела колонию. Совершенно верно. Сегизмунд был просто уверен, что это романовы для него были, узурпаторы, которые под шумок отобрали его власти царства и поперли его вместе со всей вот этой речью посполитой и со всем. И причем идея-то была, как вам сказать, вот то, что произошло с Мининым и Пожарским, это действительно чудо. Потому что оно сломало все тушинские планы, вот этого тушинского, как не знаю даже назвать, синдиката, который пришел... Возглавляемого Филарета. Да, именно, так и Лжедмитрий у него вообще переписчиком на дворе сидел. Совершенно случайный человек, абсолютно случайно работал переводчиком там у Филарета на романовском подворье. Ну, совершенно случайно, да, первый Лжедмитрий. И случайно совершенно он и нашел себе супругу, и случайно они наплодили там будущих царевичей императоров, которые готовили новую оккупационную администрацию. Это оккупационная администрация. Но, романовы отнюдь не стали русскими. Это была пенсионная реформа. Когда всем заяснили, что теперь нашими хозяевами и господами будут романовы. Так как увидели, что Сигизмунд пролетел, то есть, как сказать, этот, как его, блин, который выдвигался от коммунистической партии, совхоз имени Ленина, Грудинин, да, клубничкой заторговался. И Сигизмунд пролетел, проект под названием Сигизмунд пролетел, и увидели, что поляков терпеть не будут. Ну да, знаете, как вот при штурме крестоносцами Константинополя, если бы хоть 18 тысяч этих, вместе с рыцарями крестоносцев, и 200 тысяч населения в Константинополе, да если бы они вышли, они бы камнями их закидали бы насмерть с башен, никто не вышел. Так и здесь поняли, что Сигизмунд не пройдет. И срочно надо было что-то делать, либо вообще мы вылетим в трубу, и царем станет Пожарский. Вполне реально. Они его закрыли специально в сарае, чтобы он не мог вообще попасть на вечер, на эту сарае. Украинские казаки, да, прикрыли его. Посмотрите, как все складывается, логика событий-то какова. Мы как мы с вами, я же говорю, мы с вами открываем альтернативный взгляд на всю эту историческую парадигму. И прикрыли, чтобы он не вышел, потому что был бы Пожарский, был бы совершенно другой у нас царский род. Быстренько подсуропили из того же филаретовского гнезда малолетнего царевича, который еще ничего не понимал, к сожалению, в то время. Из Тушинского гнезда. И те же самые лозунги провели для оболванивания народа. Но для этого надо было, чтобы это произнес Иисус Христос. Идеологию надо было. Да, понимаете, то есть, вот это божественное право, Роман, нужно было доказать, что все это крепостное право. Ну, по сути дела, и стали колонией. Крепостное право. Обдирание и голод, смерть собственного народа. Что так и должно и быть. Так-то Богом и задумано, Жень. И вот сейчас тоже все, что происходит, это задумано так Богом. Да, об этом нам сидят. Да. Высокие духовные люди. Конечно, да. Об этом расскажут. Нет, где тот, блин, вышел бы он из гроба Филипп Колычев. И сказал бы, как он Ивану Грозному говорил, что не гоже убивать свой народ. Где оно? Где? Я что-то не вижу. Все согласно с властью. Чудесно. Как будто не было. Вы знаете, как будто, Жень, вообще не было 37-го года. И не расстреляли 300 тысяч попов. 300 тысяч. Как будто ничего не было. Все прекрасно стало. Все хорошо. Новая власть, новая династия нуждается в новом евангельском толковании. И вот патриарх Кирилл нам все растолкует. Прекрасно. Новое толкование нам дарует. Ну и вот. И что происходит дальше, Жень? А второй момент. Это само меняется в средневековье. То есть теперь хлеб зарабатывается по-другому. Форма рабовладения сменилась. Не такой, как было в раздробленной там... Еще, кстати, еще, Жень, одна интереснейшая вещь. Исчезло влияние Золотой Орды. Полностью освободилась такая колония. Чего бы ее не подобрать? Мы были колонией Золотой Орды. На протяжении самой настоящей колонии. Причем там говорят, вот Орда, там Инигова и все остальное. Да мы сами там не сидели. Наши князья сами прекрасно управляли этой администрацией Золотой Орды. Они сами в этом участвовали. А тут раз, Жень, и появилась новая Горда. Польско-Литовская. Причем, Жень, я с удивлением читал, когда вот эти воспоминания современников. Там есть очень интересные воспоминания разных всяких пришлых горлопанов. Которые вот при Сигизмунде сюда поперли. Под Смоленск и все остальное. Вся Европа как один. Вдруг неожиданно в едином порыве признала Сигизмунда. С радостью. Просто ах, вот на ура. И вы знаете, Жень, если бы не Турция с походом под Вену. И полтора года осаждали Вену и все прочее. Еще неизвестно, как бы что повернулось. Усидел ли бы Федор на престоле? Если бы Турция подошла под Москву. А все пошло под Вену. И тут же, как вы думаете, вот император Великой Римской империи просит московского государя, истинного христианина, вступить в Лигу христианских государств по борьбе с Османской империей. То есть признали Романовым Европу. Да, вот. Когда Европе нужно, они Романовым приняли. Конечно. А на этом 50 лет они их смотрят. Да, они не могли смотреть. Они плохо пахли. А тут вдруг раз, и прямо думала, как о Шанель прямо пахнула. Вот. И один раз, для смеху расскажу вам. 50-60 с лишним лет. Я один раз в такси забыл телефон. И начали искать, бегать, то-то-сего. Подобрала женщина. Телефон легкого поведения. Такая, знаете, но такого вокзального типа. Ну, мы нашли, конечно, телефон, все нашли, и все. И мы ехали назад. И там один сотрудник органов государственной безопасности от нее как пахнуло вокзалом. Он говорит, о-о-о, Коко Шанель. Вот. Вот Коко Шанель пахнула от романовского семейства в сторону Австралиевской империи. И что же получилось? А получилось, что этот период всячески вымаран и замалчивается. Все, что, Женя, нам крупицы дошли, это то, что Романовы не успели сожрать. То есть не успели разорвать на клочки и проглотить. Знаете, как вот шпионы. Ничтожили. Практически ничтожили. Изменить. Естественно, что в крайне невыгодном свете представляются вот эти события, я бы сказал, обгаживания русской церкви. Это не надо называть расколом. Это я не просто вот телезрителей уважаю, не хочу сказать, какими словами это надо назвать. Ну, как вот представьте себе, что вот сейчас кто-нибудь появится, например, да, кто-нибудь по телевизору выступает и начнет проклинать гробы своих отцов. Это будет, наверное, очень негативно воспринято телезрителями. Будет шумиха, будут пригласят на поле чудес, пусть говорят, а может и на поле чудес, и будут на барабане крутить. Но это же ведь действительно реальные события. Все это было в нашей истории, но когда начали проклинать, вот мы сейчас говорим с вами о, например, 1666 год, это проклятие нафематственнее 600-700-летней истории России. Русского христианства. Да. Причем того же Сергия Радонежского, там, допустим, Феодосия и Антония Кивопечерских, всех там наших праведников и святых, которые верили... Практически предали анафеме. Да, их предали всех анафеме. Они же верили все по старым книгам. Их предали всех анафеме. Это говорит Женя о чем? Не может устоять царство само в себе, если оно будет проклинать себя же, само себя будет проклинать. Вот это родился, как старообрядцы называют, Антихрист, а никониане называют, родился Новый Христос. Как мы сменили веру, как сказал Никон, да? Вот у них родился Новый Христос. И этот Новый Христос стал говорить уже как угодно буржуям 17 века. В свое время он говорил как угодно феодалам, потом как угодно монголам, а теперь Новый Христос. И уж нельзя запрос послать в Царство Небесное. Вот, пожалуйста, вам. Вот вся история заключается в том, что Иисус Христос начал говорить языком семейства Романовых, новой Романовской династии. Ну и вот. И что произошло, Женя? Произошло еще это все в едином, в очень жесткой единой связке. И Гладомор этот Борис Агадуновский, и последовавшее за этим Смутное время, и потом последовавшее за этим Земский собор, и последующие события присоединения Украины и гонений на староверов. Я бы сказал присоединение России к Украине. Да, присоединение России к Украине, точно, точно, точно. И Шведская война, потом Турецкая война, легитимизация власти Романовых, вплоть до первого Стрелецкого бунта, это все, ну я не знаю, это и Гражданская война. Гражданская война. Это эпоха Гражданской войны. Вы повторяете то, что сказал профессор Пыжик. Это самым настоящим образом Гражданская война. Я бы, конечно, самый активный период ее, этой Гражданской войны, это вот 70-е, 60-е, 70-е годы, как раз вот время вот этого Соловецкого стояния. И даже Розенского власти. Да, и Розенского в 70-м году, да, оно произошло? Да, да, 70-е, 71-е годы. Да, да, и вся эта история именно была, по сути дела, Гражданской войной, происшедшей для нового класса, для смены власти и для прихода к власти новой буржуазии, новой элиты. Вот сейчас же никто не говорит, что Ельцин нарушил всю полностью конституцию. Это не буржуазия, это феодальная аристократия. Вот, вот. Военная феодальная аристократия, которая так и проправила до самого конца с романами. Она может так и да, но все равно дворянство родилось новой буржуазией, Жень. Родилась новая буржуазия. Не будем теорировать. Это не теория, это она имеет все признаки. Дело в том, что Средневековье бывает ранним, Средневековье бывает поздним. Они не занимались производством, им это западло было бы делать. Им задача была сесть на голову русскому крестьянину, тащить его, загнать его. Колония, кольская колония. И тащить оттуда все из него, высасывать. А производством они даже заниматься не хотели. Да, я согласен. А потом староверы начали заниматься производством. Жень, это просто русский вариант буржуазии. Это феодальная колониальная аристократия. Да, аристократия. Все равно это наш вариант. У них там по-своему, у нас по-своему, в каждой стране по-своему. Романовский это вариант. Вот. И поэтому, ну как бы, гражданская война не может быть без церковной революции. И вот произошла церковная революция. Причем она произошла реально для того, чтобы все старое оплевать и обгадить. Для того, чтобы доказать и сообщить всем, что так и должно быть. Вот как новое, так и должно быть. Ну как вот мы с вами? Вот мы с вами сейчас смотрим в Советский Союз. Вот я лично смотрю. И нахожу там минусы, и нахожу много плюсов. Но минусов больше. Я думаю, сижу себе, задаю вопрос. А нафига это надо было все? Для чего вот это вот сделал Ельцин, и вот все это продолжается, это уже столько лет, и назад еще сейчас заявляют. Назад возврата нет. Назврата почему же нет? В 17-м году был, так почему сейчас его не может быть обратно? Это же жизнь. И я все задаю вопросом, зачем это все было нужно сделать? Чтобы поиздеваться над нашим народом? Вот тогда то же самое можно было задать вопросом, зачем это все было? Для чего? Ну понятно, там поляки, интервенция, все. А зачем нужно было гонение на собственную церковь устраивать? А для того, чтобы легитимизировать романовскую власть. Совершенно точно. Вот и все. И ее окружение. Да, для этого произошел раскол. Идея главная какая была, что вот наш император станет Константинопольским и будет государем над всеми государями. Идея должна быть. Мы построим там наш новый мир, еще что-нибудь. И кончилось это все дело вот только первым стрелецким восстанием, когда уже легитимизация власти произошла полностью. Вот это еще для того, чтобы понятно было, я еще один маленький исторический пример приведу. Дело в том, что если вы думаете, что вот часто говорят, что вот раскол произошел в 1054 году между католиками и православными, на самом деле Жени нет. Ну, эти бы скандалы были постоянно же. Начиная с Первого Вселенского собора. Оно приходило, уходило, все эти скандалы заканчивались, наступал мир. Знаете, когда наступил Жене действительно раскол? Это уже когда пришел четвертый крестовый поход, который вместо Иерусалима пришел и разграбил Константинополь. 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 Да. Это 50-е годы 15 века получается. И разграбили, просто разнесли Константинополь в пух и прах. Вот тогда люди уже поняли, что возврата не будет назад. Это я плавно хочу перевести. Если у вас там нет желания дополнять еще. Мне очень понравилось ваше такое дополнение. Я это же хотел сказать. Вы почему-то переволновался. Ну, у меня просто. И вы прекрасно прямо изложили то, что я хотел. То, что у меня на душе накипело. Спасибо вам. Спасибо, Женя. Ну, не зря я учился в семинарии. Вот, не зря. Не зря заканчивали мы Академией. Значит, что произошло? И в России никак никто не мог поверить, что это может быть обгаживание собственной церкви. То есть люди в глубинках не могли этого понять. И если вы думаете, что вот Никон выслал книги и все сразу всем стало понятно, все надеялись, что завтра царь примет другое решение. И отменит это все. И все будет, как было раньше. И особенно это в глубинках ждали. Вот, например, Соловецкий монастырь. Это была такая глубинка. Туда, чтобы добраться, да еще плыть, да еще зимой все замерзает. Но очень авторитетная. Да, но очень авторитетная глубинка. Оттуда все Никоны повыходили и многие патриархи и все оттуда. Вот. И вот как раз монахи, а кстати, только закончилась Шведская война, по-моему, 56-58 год. И монахи, во-первых, все были вооруженные, во-вторых, были пушки, в-третьих, они набрались воинского опыта все. То есть они были боевые монахи, будем говорить. Они были военизированные, опытные были. Поле срок не творить. Да. И они начали писать бесконечные царю челобитные обращения. Да, вот в 1657 году еще при Никоне пришли книги новые. Они что с ними сделали? Они их запечатали в комнате, где хранились монастырские деньги. Ну, сокровочницы запечатали в казне и ними не пользовались. Служились по старым книгам. И только прошло, там, 10 лет, когда их активно стали давить, что нужно служить по новым книгам. Ну, сначала не ввязывался Алексей, не ввязывался, потому что надо было сначала утрясти здесь, везде на местах, потом уже заниматься там, отдаленным этим монастырем, который действительно вооруженный. Да. И непонятно, что с ними делать и как они поступить. Да, и вот в 1667 году, уже после свержения, и тут еще Никона сверли. Они еще больше надеялись, что вот сейчас Никона убрали и все вернет в государь обратно. Но вместо этого на Большом Московском соборе вдруг звучит анафема против всей истории русской церкви. Даже исторический пример, вот пока не ушли от него. В 1664 году даже Алексей Михайлович обратился в связи с Польской войной, обратился к Соловейскому монастыру. Помогите деньгами. Да, абсолютно верно. Послали монахи 20 тысяч рублей и там 200 каких-то червонцев золотых, вы представляете, 20 тысяч серебром и 200 золотых. Да, да, да. Поморы делают то, что очень были... То есть они выручали Алексея Михайловича в 64-м году. Да, вдохновлены этим порывом такого патриотизма. И они... Поэтому также и к духовной стороне жизни относились. Они однозначно верили в то, что как-то с царем удастся договориться объяснить им. Да, и объяснить. Но пять человек, причем одна краше другой, они там объясняют, они просят. Они умоляют его просто о том, чтобы не было этого, не вводились эти латинско-греческие обычаи. Они задают вопрос. В какой момент, вот если нас крестила греческая церковь, в какой момент мы вдруг... Она крестила нас двумя перстами. Почему она сейчас передумала? В какой момент мы отверглись от Бога? Почему мы вот принимали крещение, так приняли, а теперь должны креститься по-другому? Почему? На этот вопрос, конечно, нет никакого ответа. Как и на те же вопросы о проклятиях. Как можно было проклясть своих отцов? Они никак не могли это же не объяснить. Объясняли. Они объясняли, что вы во время татаро-монгольских вот этих вот вещей, вы настолько вот отстали от всего. Конечно. Вот такое было объяснение. Ага, вырос чистый палец у вас на руке. Да, да, да. Что вот там-то в Греции, там все хорошо, а вот вы тут отстали. Жень, извините меня, а вы под турками находитесь уже 200 лет. Я вам говорю, какую мораль. Да, вы под турками ничего, мы по 300 лет под татарами, а вы по 200 лет под турками. Жень, я вам помните рассказывал, что до этого все гуменцо лысины выбривали. Да, да, да. И у нас в России брили, а потом раз и бросили этот обычай, исчез. Потому что турецкие чиновники должны были носить длинные волосы, иначе им голову отрубали. И сразу обычай сменился. Оказалось, лучше жить с головой и с длинными волосами, чем без головы с лысиной. Быстро все изменилось традицией. Но царь не читал эти грамоты, и все эти соловецкие челобитмы были совершенно бесполезны. И как гром среди ясного неба, проклятие, вот это нафематствование, этого уж вообще совсем никто не ждал. Потому что, ну представьте себе, одна половина попов проклинает другую половину попов. Это, конечно, выглядело, как будто разделился сам Христос, разделилось Евангелие и Царство Небесное. Я напоминаю, это собор 1666-1667 года. И вот 23 июля 1667 года решили всю эту соловецкую историю прекратить. Ну мирно и очень тихо. И отправили архимандрита Иосифа спокойно, тихо, поручив ему заменить все эти книги. До этого там был Варфоломей. Да, до этого был Варфоломей. Но он умер в Варфоломей. Ну он пытался там туда и сюда. Ну нашим и вашим, да. И Иосиф прибыл на Соловки и начал проповедовать новые книги. Поднялся бунт, его выгнали из монастыря. Ну слава Богу, не побили, так выгнали его из монастыря и тут же избрали архимандрита Никанора. Это было воспринято как колоссальнейший бунт. Когда это в Москву пришло известие, ну так говорится, назначенного архимандрита выгнали, выбрали своего. Но, в общем, ну как говорится, блин, это иностранные агенты были. Наверное, получали финансирование из Англии и оскорбляли чувство верующих. Сразу все возможные законы. И те древние, и наши нынешние. Вот, и Никанор оказался очень таким воинственным человеком, сведущим в военном деле. Слушаю вас. Я прямо вот в этот момент хочу ввести маленькие даже уточнения, потому что в это время нарастал вот это вот разинское движение. А историки доказали, что Разин дважды побывал в Соловецком монастыре. Ну да. Вот какой интересный факт. Я даже Жене лучше скажу. Когда Разина отодвигают от событий вот этого вот собора 666 года, что это типа с этим не связано, да это ерунда полная. Это был взрыв народных эмоций, в том числе и разинское движение. Я даже Жене больше немножко скажу. Мне кажется, что почему началось вот это вот все давление на Соловецкий монастырь. Вот сейчас, если кто-то только пытается что-то не так сказать, его сразу обвиняют в оскорблении чувств верующих, оскорблении власти, неуважении к власти, еще что-нибудь. Вот помните, как было с Яном Златоустом? В что обвинили Яна Златоуста первая? Его обвинили в оскорблении императорского величества. Вот сейчас тоже надо было принять закон об оскорблении президентского величества или еще чего-нибудь такого плана. Она ничем же не изменилась, Жень. Люди, мы как видим, тысячи лет прошли, а осталось все как было. И вот понимаете, что соловецкие монахи сформировали новую идеологию. Мне кажется, что они выступили как бы, они решили вопрос, вот это с пришествием Антихриста. То есть, как быть у людей простых задавался вопрос, как быть, как спастись. Как вот сейчас у людей вопрос, как выжить, как получать эти пенсии, как жить дальше. А у них был вопрос, как поступить с Антихристом. И они выработали новую прямолинию. То есть, священство закончилось, теперь будет согласие без духовенства, без поповства. Все будут жить там себе поморским согласием. Тем более, знаете, что примечательно, практически специально убирали поморских и двинских стрельцов, потому что они не хотели воевать против Соловкова. А присылали откуда-нибудь там, с Киева, например. Ну, там был воевод Ивлев, у него очень тягостно происходила эта осада. В США приехал, знаете, и Волхов. Волхов и Ивлев. А Ивлев уже приехал, Женя, в 72-м году. В 68-м году приехал Волохов, сразу после изгнания Иосифа. Ивлев усилили, дали ему 725 уже стрельцов, то было 400. А в монастыре сидело 425 монахов, 90 пушек было в монастыре. И причем были боеприпасы, и их активно кормили поморы. Кормили, привозили рыбу и все. А окружить же невозможно это там, там просто невозможно. Я не знаю, это надо иметь флот. Местное население полностью. Чтобы окружить, это надо было поставить пару крейсеров, я не знаю, сторожевые катера вокруг острова. Только в современных условиях можно окружить, тогда было невозможно окружить. И вот они, монахи, сформировали новую идеологию, сформировали новое понимание. Фамилию, надо сказать, это был книжник Соловецкого монастыря Герасим Фирсов. Ну да, 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 это противовес вот тому самому греку, с которым правили книги при Патриархе Никоне, еще при Иосафе. Надо вспомнить это имя. Да. Идеолога, староверия. Ну и, значит, вот третьего, значит, первый был вот Волохов Игнатий в 68-м году, 3-го мая, прямо дата сохранилась, когда он туда прибыл. В 72-м году прибыл воевод Ивлев в 725 столицами, но и тому, и другому было данное задание, ну, постараться миром. Не было такого, что бомбить, убить там нет. Все надеялись на мирное разрешение данной проблемы. И только в 73-м году прибывает Мещеренинов, тоже воевода, там, я не знаю, как его правильно назвать. На самом деле он Мещерский. Или Мещерский, ну, Мещеренинов. Он его обозначает как Мещерин. Да, ну я понял, да. А на самом деле он Мещерский, его фамилия. Вот, ну, его уже присылают с конкретными заданиями подавить все это дело, жестоко и так далее и тому подобное. Ну, ему неудача, ему не улыбалась. Дело в том, что, например, вот через три года он просидел, там ничего не мог с ними сделать. Все продолжалось больше восьми лет. Второго января, например, 76-го года он в отчаянии решился на приступ, потому что перед этим они копали долго. Война не шла по самым настоящим военным правилам. Да, копали два подкопа, а те все узнали, вышли и завалили там все это дело, все их труды. И вот он в отчаянии там решил штурмовать и кончилось это тем, что убили 36 стрельцов и еще убили этого, одного из там руководящих, ну, капитана, допустим. Защищались бы. Да, защищались очень активно, встречали пушечной стрельбой. И так бы все и продолжалось бы, наверное, еще очень долго. Но, как всегда, находится без Иуды не обходится ни одно важное событие. Никак оно не может без Иуды обойтись. Интересно, кто у нас играет роль Иуды современного такого всероссийского? Чубайс, Ельцин сыграл. Ельцин, наверное, сыграл. Горбачев самый тролльный игрок. Ну, Горбачев, да. Отмеченный им пятном. Ну, Горбачев, Горбачев, вот свинтус такой, но он не нарушал ни конституции, ничего. Ельцин пришел, все, сразу кровью залил, расстрелял Белый дом, убил там тысячи людей. В общем, человек такой еще. Вот, и значит, вот как-никак, прямо в Крещенский сочельник, ни к тебе днем раньше, ни к тебе днем позже, а именно 18 января 1676 года, выпал такой чернец по имени Феоктист, инок монах, и пришел и сказал Мещерянинову, что есть там, где вот это палаты больничные, где стирали белье, есть окошце, заложенное кирпичом. И можно его вынести, это окошце, и туда залезть стрельцам. Утром рано, когда там по несколько всего на охране стояло человек, и они так и сделали, залезли, вывели это окошко. Чтобы люди понимали, вы представляете, там же огромные стены, 6-ти метровой толщины, 11-ти метровой высоты. И вдруг он им говорит, ребята, а там вот с хоз двора есть дырочка, вот ее просто кирпичом закладывают, чтобы вы тут не разнюхали это дело. А на самом деле она тоненькая, там есть лаз. Вот и все. Да, и вот они ночью прямо на крещение, на 19... Представляете, вот крещение на 19 января 76-го года, пролезли туда и открыли ворота. Ну и, конечно, когда ворота уже были открыты, туда стрельцы проникли внутрь, и 40 монахов с оружием там ничего уже не могли сделать. Они уже, по сути дела, не оказывали никакого сопротивления. А Никанора, и еще там с ним был один капитан, такой там местный руководитель Сашко, и 26 человек монахов тут же казнили. А остальные... Да, состали тот самый Пустозерск, за Полярным кругом, в котором уже сидел братополаком. Еще там какой-то Кольский монастырь, по-моему, часть сослали. Вот, так вот предательством закончилось это такое историческое советское стояние, да. Но главную тему мы сказали с вами о том, что они сформировали идеологию, поморскую такую, беспоповскую церковь, да. Именно что священники, которые отложились от нашей... Да, и вы, Женя, это самое смешное, что это... Мы им не верим. Да, это осталось именно русской, стало русской идеологией церковью. Это вот внутренний русский мир остался. А все вот это польско-литовское малороссийское духовенство, захватившее идеологию при Романовых, оно стало просто... Ну, я бы сказал, это были... Наверное, там кто-то был прадедушка Соловьева. Надо посмотреть, наверняка... Да, наверняка из этого родства. Поэтому, ну, что сказать. Причем, если мы опрос проведем, сейчас, я думаю, очень многие скажут, что Соловьев это очень хороший человек. Вот. Поэтому именно этим вот... Ну, как бы сейчас, я думаю, закончим сегодня этим событием. Дело в том, что дальше мы еще там еще несколько слов... Давайте еще несколько слов скажем буквально. Да, о последствиях. Да, несколько слов еще скажем. Дело в том, что, Жень, вот этот период как раз от подавления Стрелецкого бунта до 1982 года подавления здесь сначала Соловецкого восстания, а потом уже Стрелецкого бунта в Москве 1982 года. Начало Разинского, потом Соловьев дал. Да. Вот эти 10 лет... Это из гражданских войн, да. Да, это и есть. Там еще очень много есть, я точно сейчас не помню, к сожалению, вот так дословно, но там включились туда как раз вот эти турецкие события. с взятием Чигирина и события с осадой Вены и царь Федор и сама вот такая смена политического устройства Европы. Это как раз все вот в этот момент происходило. И вот эта гражданская война, как бы она на данный момент не прекратилась, то есть продолжалась вот эта смута, то есть теперь она перетекла в духовную такую... Народ бурлил. Да, народ бурлил. И говорят, что около третьей, в этот момент около третьей народа, третья часть населения приняла вот эту идеологию, вот составленную именно в стенах Соловецкого. Да, совершенно верно. Можно я скажу, да? Да, конечно. Практически это вылилось в то, что буквально через 5-6 лет вот эти выходцы из Соловков, которые остались, все-таки осталось несколько человек, Пустозерские. Они основали Выговскую пустынь. Вот это было продолжение. И вот эта Выговская пустынь, а это где-то северо-восток Кранишского озера, то есть там же Поморы, Поморы, основное население Поморы, и вот эти вот монахи, которые смогли уберечься и вынести вот эту идеологию беспоповства, они ушли в Выговскую пустынь. И они сформировали первое экономическое хозяйство. Да, да, и потом везде, в всей стране, да. Это было первое, да. А потом они вот уже пошли, я удивился, у нас на Алтае, мне рассказывает Татьяна, там местный кривед, такие-то, такие-то согласия и толки, говорят, Поморы. Как Поморы? Вот так Поморы, вот когда Выговскую пустынь тоже начали прижимать экономически, они оттуда начали уходить. Вот их звали Поморами по всей русской земле, и в том числе и в нашей стране. Да, 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 тем более, что идеология крепко прижилась. Такие последствия. Хотя вот это староверие и беспоповство, неверие в священство, что на самом деле, вот этот Фирсов, как Герасим Фирсов, вот он сказал, раз священники предали, значит, им не верим. Значит, вот берите сами книги, сами читайте. Да, сами веруйте. Да, и сами веруйте, вот, по своим книгам. Назначайте вот грамотных людей и пусть они Вам читают эти священные книги. Вот и все. Вот она вся идеология беспоповства практически. Да, и даже, хотя появилась сейчас иерархия тоже старообрядческая, но она уже тоже реческая. Это уже, они отделились, да, они уже отделились позже. Сначала это появилось, вот это именно после славковь беспоповства. Хорошо, да, я думаю, раскрыли мы с Вами эту идею, суть ее, а теперь мы с Вами в следующий раз посмотрим вот это вот... Как закончилась гражданская война. Да, как закончилась гражданская война, новые патриархи. Жестокостями. Да, да, да. И уже полная легитимизация романовской власти безоговорочная и победа, будем говорить. Как Иосиф Володский победил в борьбе с нестяжателями, так и Романовы победили за свое утверждение на престоле. Слушайте, а кто победили в 91-м году? Ну мы еще подумаем над этим вопросом. Спасибо. Мне было очень интересно, вы так интересно рассказали, и прямо спасибо вам большое. Спасибо. Благодарим всех за внимание. Пишите комментарии, оставляй, делитесь со своими мыслями. Всего самого доброго. С Богом. Всего блага. Субтитры создавал DimaTorzok